Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересным Саади Муслихаддин. Иранский поэт, философ, мудрец. Родился в семье Мулы. Настоящее имя Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах Ибн Мушрифаддин. Учился в Багдаде, высшей духовной академии. В 30-х годах совершил хадж в Мек, после чего вел жизнь Дервиша в течение 20 лет. Я цитирую по книге «Энциклопедия мудрости» издательства Росса. В 1257 году написал поэтический трактат «Бустан», где в десяти главах изложена суфийская философия и этика, подкрепляемая поучительными притчами и рассказами. Однако венцом творения, поэтов в Персии считалась поэма «Гулистан. Розовый сад». Остальные произведения Саадии составляют две трети его называемого дивана, относятся к преимуществу клирики и имеют множество названий. В них обычно воспевается Бог, выражается страстное стремление к нему человеческой души, прославляется образ жизни Дервиша. При этом раздел мерзости представляет собой откровенные эротические рассказы и стихи. Такую же двойственность мы видим в семи прозаических посланиях, из которых первые шесть трактуют о божественных и нравоучительных предметах и о святой мистической любви, а седьмое, называется шутливое заседание, является пародией на благочестивые мистико-религиозные заседания. Саади много путешествовал, вел полуотшебническую жизнь, был духовным наставником для своих многочисленных последователей. Творчество Саади и высокий образец поэтического искусства, классика восточной литературы, сочинения Бустан, Кюлистан, религиозные философские размышления, пять меджлисов, любовные газели Тарджибанд, сборник лирических стихов, книга Сахиба. Ну вот так кратенько о Саади Муслихаддином, 1207-1291 год, а теперь я хотел бы прочесть его изречение. Ведь у павлинов видят люди злые, не красоту, а ноги их кривые. Всем людям в странстве помогает конь, я же мыслю, как бы мне коню помочь. Два зернышка ячменных жадные взял, зато подолжим чужин растерял. И как бы мышь к еде не кралась ловко, ее поймает кот или мышеловка. Иных уж нет, а те далече. Красота человека не в одеянии, а в духе. Кто жаждет истины, я знаю, тот без страха бросится в водоворот, не дрогнет к жажде знания, не остынет, хоть знает он, что в тех волнах погибнет. Кто сам не знает, что такое гнет, тот сострадания к слабым не поймет. Не бойся к бедным щедрым быть как море, чтоб самого себя не вернуть в горе. С женой разумной, чей нрав не злобен, бедняк царю становится подобен. Сказал я раз про шейха одного, что впереди нет зуба у него. Мой собеседник посмотрел сурово, ответил, ты сказал пустое слово. Ущерб в зубах заметить ты успел, а добрости его не разглядел. Коль ты о людях говоришь плохое, пускай ты прав, но трог в тебе дурное. Слонастепной кузнечик тяжелей, коль им придавлен жалкий муравей. Смирение, путь высоких мудрецов, так гнется ветвь под тяжестью плодов. Умен ты или глуп, велик ты или мал, не знаем мы, пока ты слова не сказал. Ну вот вкратце о иранском поэте, философе и мудреце Саади Муслих Аддин и немного его высказ в них. Мудрые люди. Все, всем пока, всем привет, узнали что-то сегодня новое. Саади Муслих Аддин, 1207-1291 год. По книге энциклопедия мудрости, издательство Росса. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok